Гость моей воскресной программы Олег Саакян, украинский политолог. Здравствуйте, господин Саакян, спасибо за интервью. Ситуация в Украине не улучшается. Война продолжается в полном размахе и непонятно, кто выигрывает, кто проигрывает. Русские продолжают бомбить, обстреливать украинские города и объекты, инфраструктуры. Украинские войска стали намного лучше и умелее. Они сбивают больше российских ракет, поражают больше российских целей с помощью высокоточных технологий. Это правда, что русские потеряли огромные территории, которые они занимали ранее, но они не останавливаются. Они продолжают войну. Как бы вы оценили последние события на поле боя? Пожалуйста. Вы абсолютно правы. Сейчас ситуация фактически в точке, где Украина еще не может победить, а Россия еще не может проиграть. Ну, уже не может победить, очевидно. Поскольку инициатива фактически стратегического характера в руках Украины, но на тактическом уровне действительно Россия сейчас в ряде точек ее перехватила. В некоторых сейчас мы видим действительно серьезное напряжение. На Харьковском направлении, на юге Донецкой области, в целом южное направление. В других есть очень горячие точки противостояния, как, например, Бахмут, о котором сейчас уже узнал весь мир. И это название фактически известно каждому, хотя это достаточно небольшой город. В несколько десятков тысяч населения до начала боевых действий райцентов. Сейчас он фактически выполняет роль некой крепости, которая перемалывает российское нападение. Поскольку потери под Бахмутом, по различным данным, пропорция потерь со стороны России и Украины приблизительно 1 к 7-1 к 5. Британская разведка недавно опубликовала данные 1 к 5. И это колоссальнейшие цифры. То есть на одного погибшего украинца приходится 5 нападающих россиян. И это открывает тогда для нас правду о том, почему украинские войска там стоят. Ведь Россия применяет ключевую тактику, тактику человеческих волн. Они, подобно как и во время Второй мировой войны и Первой мировой войны, пытаются забросать телами, пушечным мясом. Отправляя вагнеровцев, имеется в виду под личиной вагнеровцев, мобилизированных, заключенных. Рядом с ними отправляя кадровые российские войска. И периодически добавляет среди этих волн профессиональную российскую военную элиту. Которая осталась уже очень мало. Большая часть из нее была потеряна Россией еще при первом наступлении. Ведь если мы возьмем общее количество потерь России, оно уже перевалило за 150 тысяч убитыми. Плюс если мы возьмем еще санитарные потери, мы поймем, что у тех солдат, кто заходил на территорию Украины год назад, уже не осталось фактически никого. Это малый процент. Внутри различных подразделений есть целые бригады, которые на сегодняшний день уже по третьему кругу переукомплектовываются в России. Ну, кадровая армия в России закончилась. Сейчас Россия воюет армией резервистов. Ага. Вот проблема россиян и президента Путина в том, что они не останавливаются, несмотря на большие потери как боевой техники, так и в живой силе. Российские лидеры, мне кажется, мало думают о человеческих жизнях и готовы потерять больше. Но они же наносят огромный ущерб Украине, украинскому народу. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Ну, здесь, например, действительно, вы правы, российская культура построена на примате некой большой миссии, за которую стоит умереть. Вообще феномен в российской литературе хорошо этот раскрывается, что среднестатистически, скажем, такой вот периферийный россиянин или россиянка, они легче умирают, нежели живут. Им легче за что-то великое умереть в порыве гордости, нежели обеспечить собственное благосостояние жизни. И культа, например, хорошей качественной жизни в России нет. А вот культы героической смерти на каждом углу. И российская элита этим пользуется и пользуется этим столетиями. Поэтому, не бережа ни своих жизней, ни чужих, для российского общества эта война является катастрофой. Для Украины трагедия, но для России действительно это будет катастрофа. Так вот, нанося ущерб Украине, я думаю, что российские элиты прежде всего пытаются таким образом сломить дух в Украине и подбодрить собственное население. Причем на первом этапе это было исключительно направленное действие на слом Украины. Но здесь все работает в обратную сторону. У украинцев нет культуры насилия, наоборот, мы горизонтальны и мы не терпим насилия. И поэтому у нас это вызывает ярость. С каждым обстрелом Украины, с каждым уничтоженным городом, заводом в Украине возрастает уровень ненависти, а именно ярости по отношению к россиянам. То есть не парализующего состояния, не страха, а мотивирующего. Можно это очень хорошо увидеть и по медиапространству, по количеству донатов, то есть пожертвований для фондов военных в Украине. После каждого обстрела они возрастают с прогрессией. В первые часы это обычно несколько десятков миллионов гривен, которые просто в одночасье, иногда даже несколько сот миллионов, в зависимости от того, на что собирается, в несколько часов, которые собираются. Заканчивая количеством добровольцев, которые готовы идти воевать. И в данном случае Россия не достигает своей цели сломить украинцев. Поэтому сейчас больше они сконцентрированы на том, чтобы эти картинки обстрелов транслировать собственному населению и таким образом создавать иллюзию побед. Ведь тот же Бахмут Россия берет уже практически год. По Солидару не могли его взять, пока не уничтожили просто до основания больше чем полгода. Маринка, вы можете посмотреть сейчас кадры, которые опубликовали сами россияне, о том, что от некогда процветающего пригорода Донецка не осталось ровным счетом ничего. Даже камней. На сегодняшний день Хиросима выглядела более жизнеутверждающе, нежели сегодняшняя Маринка. Вот война пока ни к чему не приводит, но союзники по НАТО США расширяют помощь, предоставляя современные ракетные установки большой дальности, артиллерию, танки и другое оборудование. Но, несмотря на это, российские бомбардировки гражданских объектов на Украине продолжаются. Мне кажется, военная помощь не останавливает Россию, как это влияет, по-вашему, на мораль в стране. Жить в таких условиях должно быть невыносимо. Не так ли? Как люди справляются с огромными масштабами страданий? Вот как вы все это можете объяснить? Давайте я, наверное, коротко разобью ваш вопрос в несколько частей. Первое. Помощь военная. И то, что Украине поставляют высокоточное оружие. Надо понимать, что это еще достаточно штучные экземпляры. Когда мы говорим о Хаймарсах, они поставлялись по 3-4 штуки, и с не сегодняшний день это несколько десятков. Когда мы говорим о стволах крупнокалиберной артиллерии, 155-го калибра, например. Долгое время это были тоже штучные. Потом десятки. И суммарно мы вышли на сотни стволов. Даже, я бы сказал, не сотни, а за сотню стволов. А количество применяемых стволов артиллерии, для понимания, это тысячи сейчас. А реактивной артиллерии, к которым относятся Хаймарсы, это тоже больше тысячи фактически. Ну, как минимум на линии фронта это сотни установок. И так можно продолжить дальше, доходя до миномета, до всего остального. Иными словами, Украина до сих пор преимущественно воюет собственными силами. И в основном воюет постсоветское, советское и украинское производство техника. Отдельные виды высокоточного оружия, как, например, крейсер Москва был потоплен, украинская ракета «Нептун». Так и, например, украинская артиллерия, та же установка Богдана, с помощью которой освобождался остров Змеиный, когда Украина впервые поставила артиллерийские установки 155-го калибра, самоходные, на понтоны и выдвинула их в море и стреляла с моря. Приходится вот так выкручиваться. Приходится придумывать разные хитрые инновационные методы, каким образом воевать тем, что есть. И воевать, как вы видите, достаточно эффективно. Все-таки здесь голь на выдумке хитра, украинская модель управления армией, которая не централизирована, а которая строится на горизонтальных связях и на возможности принятия решения офицера младшего уровня, среднего уровня по месту, исходя из оперативной обстановки. Недавно мне попалось видео, где сидят российские эксперты военные, обсуждают, как это так, вот в Украине офицер может низкого звена вызвать поддержку артиллерии. Вот в России необходимо, чтобы дошло до командира бригады, и он санкционировал. А в Украине офицер в планшете может написать, соседним батареей артиллерийского расчета поставить точку, и они отработают. Мы имеем единственное преимущество над Россией, помимо морального преимущества, это нашу организованность. Другой модель организации. В количестве оружия, даже при всей помощи западной, мы на сегодня чувствуем дефицит в снарядах. Россия выпускает в сутки более 20 тысяч снарядов. Украина на сегодня может обеспечить в районе 6-7 тысяч снарядов. Поэтому мы берем за счет точности, мы берем за счет хорошего просеивания целей, приоритизации их, и отсутствия ковровых бомбардировок. Вы можете увидеть позиции, которые стоят россияне, и позиции, где стоят украинцы. Вокруг украинских позиций просто коврово километры россиянами изутюжены, и позиции, где стоят россияне, это на нашей территории. Там точечно, безусловно, всегда есть ошибки, но там точечно нанесенные удары. Это со спутников очень хорошо видно. И часто это можно увидеть даже в западных медиа, где и западные журналисты публикуют эти данные, в том числе удивляясь тому, как контрастирует, в том числе и методы ведения войны со стороны России и со стороны Украины. Вот, и мы знаем, что вот скоро уже там поступят и американские танки «Абрамс-1», и еще немецкие танки «Леопард-2», да? Правильно я говорю? Абсолютно правильно. «Леопард-2», «Абрамс-7». И сколько это будет? Как это повлияет на мощь украинской армии? То есть на... Вот какие оценки у вас там? Смотрите, во многом будет зависеть от количества и скорости поставок. Уже даже немецкая сторона признала, что они очень серьезно запоздали с принятием решений по танкам, где-то месяца на полтора-два. И сейчас то, что Украина не может обеспечить воспользоваться моментом контрнаступления эффективное, во многом является следствием того, что Запад тянул с принятием решений по танкам, а сейчас уже затягивает с принятием решений по самолетам. Это понятное дело, что им сложно принять довольно-таки сломные решения, но для Украины это значит следующее, что если Украина идет в контрнаступление, не имея доукомплекта по тяжелой технике, либо по авиации, это не значит, что Украина откажется от идеи освобождения территории. Нет, Украина пойдет и будет освобождать. Но это повысит потери со стороны Украины и эффективность подобных военных операций. Поэтому, конечно, мы ждем прибытия этой техники. По танкам, по американским, они будут не скоро, и они не примут участие сейчас в контрнаступлении. Идет речь о конце года, о следующем году, если мы говорим о челленджерах. По британским танкам все намного лучше, и тут они увеличили количество уже больше. Их челленджеры мы как раз, вот британские, Абрамсы американские позже будут, есть вероятность, что получим в ближайшее время. Но опять же, это штуки, это штучный вариант. Мы говорим даже меньше, чем о двух десятках танков. По Леопардам ситуация лучше, их больше в Европе. Различных модификаций мы рассчитываем на получение больше сотни, а хотелось бы несколько сотен. Но вообще, потребность Украины на сегодняшний день в танках, это где-то в районе 500-600 танков, то, что озвучивалось украинским военно-политическим командованием. Вы сами можете сейчас сопоставить, насколько цифры, которые нам обещают, соответствуют нашим потребностям. А если говорить в целом о количестве танков и том, сколько принимают в битве, то для понимания Россия уже потеряла, по данным украинского генштаба, если я не ошибаюсь, более 3,5 тысяч танков. Украина только трофейными танками российских захватила более 500, и это по международным данным. Украина дает даже чуть больше, там 600-700 танков трофейных российских. А если говорить об начальной позиции, то она больше, нежели тысяча танков, если говорить об Украине, и, конечно, о 3-4 тысячах танков, которые были на вооружении укомплектованы у России в момент агрессии полномасштабной. Ну, это, конечно, мощная армия. Некоторые западные СМИ сообщают, что война зашла в тупик. Ну, как и вы сказали. Как вы думаете, когда может произойти прорыв? И когда украинцы смогут остановить русских от дальнейшего разрушения украинских городов и сел? Когда начнется весеннее наступление, какая будет ситуация, которая остановит Россию, наконец, и заставит ее отступить? Ну, смотрите, России уже приходилось целый ряд разов отступать. И рецепт очень простой. Нанесение серьезных потерь на отдельном участке боевых действий, перемалывание российской армии приводит к тому, что армия начинает бежать, прежде всего психологически ломается. И, соответственно, после этого России приходится закрепляться на новых рубежах и потом говорить, что это было произведено либо жест доброй воли, это уже стало мемом международным, либо провели ретирование войск, либо спланированное перегруппирование войск на левый берег, когда освобождали Херсон. Или, например, по Змеиному было заявлено, что утратил свое стратегическое значение. Ну, в общем, они придумают, как это оправдать. Ну, рецепт простой. Только военное поражение на линии фронта с серьезным психологическим эффектом для российской армии. Украина готовится. И сейчас мы, я бы не сказал, что в тупике, я не согласен с этими оценками западных экспертов, мы находимся в неком цитноте, когда Украина готовится к контрнаступлению и при этом сбивает масштабы российского наступления. Ведь Россия готовилась к февралю месяцу, к концу января, февралю и, собственно, сейчас к марту, готовилась около полугода. Провела мобилизацию, поставила на военные рельсы все, что может производить снаряды, танки, ремонтировать и прочее. Подготовили ударные кулаки боевой техники. Сотни единиц добавили в строй. По танкам даже больше тысячи единиц. По стволам артиллерии. И они пошли в атаку в феврале месяце, в начале февраля. Которая захлебнулась. С одной стороны, Солидар стал первой зубодробилкой для России. Дальше Бахмут перемолол уже десятки тысяч российских военных. Только на Бахмутском направлении. Дальше на Харьковском и Угледарском направлении Россия потеряла ударные кулаки, которые не успели даже развернуться в боевые порядки. В частности, под Угледаром Россия потеряла целую боевую бригаду, плюс приписанные к ним военные подразделения. Это около 150 единиц тяжелой техники. Самоходные артиллерийские установки, танки, системы ПВО, фронтовые системы ПВО обеспечения. И это сорвало Россия неоднократно уже их наступление. Сейчас задача Украины один. Это доперемолоть российское наступление, которое они готовили около полугода. И после этого перейти в собственное контрнаступление. И тут уже интрига в том, насколько Россия действительно будет способна отбить украинское контрнаступление. Насколько они готовы к этому и насколько они будут ожидать методы и территории, где оно будет происходить. Но это еще битва. Компания «Зимнее-Весеннее» она еще даже не в своем пике. А вы уже там известно, уже китайское оружие поступило или нет? Я думаю, что украинские военные, они уже должны знать. Если есть китайское оружие, то это как-то уже, наверное, будет сброшено в поле боя. Нет каких-то свидетельств, что Китай уже помогает России? Могу прямо ответить, есть и официальная позиция Украины, что нету. И я специально по своим каналам также узнавал и неформально не нашел никакого подтверждения. На сегодня не зафиксировано нигде ни на одном из участков применение либо китайских снарядов, либо китайского вооружения. В общем, на сегодня нет данных об уже поступившей, например, китайской военной помощи. Более того, Китай действительно и политически отмежевывался от такой помощи, плюс и по чипам. Китай прямо запретил России поставлять свои высокотехнологические чипы, которые могут применяться в вооружении. Но последние действия Китая, конечно, вызывают серьезную встревоженность. Ведь Китай прощупывал, вышел со своей мирной инициативой, которая является одинаково неприемлемой как для России, так и для Украины. И здесь и Украина нашла целый ряд позитивных моментов в этом предложении Китая. Оно не было откинуто, но оно было продемонстрировано, продемонстрировало его несостоятельно сегодняшнее. И, соответственно, возможность дальнейшего диалога вокруг этого. Украина здесь не стала откидывать и вступать в пику. Но при этом Китай последним своим заявлениями фактически прощупывает привязку между помощью Тайваню и помощью Китаем России в российско-украинской войне. И вот это, конечно, угрожающая история, поскольку Тайвань для Китая рубашка куда ближе. И возможные выгоды на тайваньском направлении для Китая могут перебить собою все возможные риски от помощи России в войне. До сегодняшнего момента для Китая сохранялся высокий уровень рисков в случае, если они начнут помогать России. Это и санкционное давление, это и выкидывание с рынков, это обрыв логистики, это политическая изоляция. В общем, для Китая это было бы очень-очень больно и рискованно. Война во многом зависит от того, будут ли Соединенные Штаты действительно продолжать свою поддержку столько, сколько потребуется. Это формула, которую они повторяют. Но теперь мы слышим, что Конгресс, контролируемый республиканцами, намерен подвергнуть сомнению эту формулу поддержки Украины столько, сколько потребуется. Сейчас республиканцы, а также некоторые демократы даже, призывают администрацию Байдена убедить Украину начать переговоры с Россией. Вас не беспокоит, что республиканцы могут в конечном итоге, если не остановить, то замедлить помощь США, Украине, поставки оружия и тому подобное? Беспокоит. Беспокоит. И я вам скажу, беспокоит не в горизонте 2023 года, а в горизонте 2024 года. Поскольку на 2023 год плюс-минус по количеству финансов, которые выделены, они недостаточны. Они закончатся где-то к августу месяцу. Но есть, скажем, многоэшелонированная система возможной поддержки Украины и с заказанных уже на сегодня. И видите, как сейчас большая часть пакетов помощи, которые выделяются Украине, это не пакеты, которые едут сейчас. Это пакеты по заказам американским предприятиям, техники, вооружения, снарядов, которые будут поставлены через месяц, а то и в следующем году. И это тоже надо понимать, что значительная часть из озвученного последними пакетами, этого нет физически. Раз. Два, это, конечно, возможность задействования Лен-Лиза, президенту Соединенных Штатов, который позволяет передавать уже имеемым Соединенных Штатов оружие в лизинг Украине. И тут не потребуется позиция Конгресса и Сената, поэтому в данном случае президент может принимать решение единолично. Но вот если говорить о 2024 году, то, конечно, да, это тревожит. И тревожит в том разрезе, что Украина становится внутренне политическим фактором внутри Соединенных Штатов в преддверии президентских выборов. И чем больше Байден будет делать ставку демократа на победу Украины, как тот билет золотой, который должен привести их на второй термин в президентское кресло, тем больше республиканцы будут саботировать поддержку Украины и саботировать возможность Украины победить, ровно как собственные электоральные риски и как игру уже в американские президентские выборы. Это, конечно, осознается с этими рисками. Работаем, где это возможно, пытаемся их уменьшить и по линии формальной дипломатии и неформальной. Могу лишь вам сказать, что панических настроений нет. Ситуация рабочая, она, конечно, усложняется, но это все было очень прогнозируемо, и мы прекрасно понимали, что мы в этой точке окажемся. А, и отдельно, извините, я дополню, что надо понимать, что количество поддержки Украины вооружением является очень значимым геймченджером, то есть фактором, который может менять игру в ту или другую сторону. Но поддерживают Украину, вернее, давайте так, Украина борется и побеждает, в частности, не потому, что Украину поддерживают, а Украину поддерживают ровно потому, что Украина продемонстрировала способность побеждать и выстоять. И на сегодняшний день поставки вооружения, они, конечно, влияют значительным образом, можно сказать, критическим, но не на них базируется готовность Украины защищаться, поэтому в случае, если даже они прекратятся, Украина, конечно, будет терпеть поражение на линии фронта, будет на отдельных участках перегруппироваться, менять тактику оборонных действий. Конечно, она будет очень тяжело, но Украина не откажется от борьбы за свои территории и точно не пойдет на принятие поражения, каких-то капитулирующих мирных переговоров. А как только Украина начнет проигрывать, если такая ситуация, мы предполагаем, сложилась бы, то страхи в цивилизованном мире о том, что Россия может победить, они снова вырастут. И, соответственно, поддержка Украины получит новый импульс, прежде всего, среди европейских элит и западного избирателя, поскольку Россия напала в Украине не на Украину только. Россия сказала, мы можем перечерчивать границы, и нам ничего за это не будет. Россия сказала, что мы можем использовать ядерное оружие не как оружие сдерживания, а как оружие нападения мы будем шантажировать вас тем, что мы ядерным оружием будем угрожать неядерному государству. Третье. Какие мы обязательства кому давали международные? Мы всем все простили. Мы Украине обещали, что мы на них не нападем, обещали защищать Украину, а мы будем им угрожать ядерной боеголовкой, и вы ничего не сделаете, так как мы сидим в Совете Безопасности ООН, и у нас есть право вета. Ну и множество других вызовов, заканчивая историческим правом, сказав, что ваше нормативное право вы можете выкинуть в урну. У нас есть историческое право. Если что-то когда-либо нашим было, мы считаем, что нашим, то мы это можем взять в любой момент. Если где-то кто-то разговаривает на русском, мы будем считать, что они русские, а если они русские, значит они зона интересов российского государства. И мы будем отхватывать территории, где просто есть большое количество русскоязычных. Даже если эти русскоязычные будут воевать против нас, против России, и говорят, что мы не россияне, мы все равно будем эти территории пытаться захватить и оправдывать это тем, что они русскоязычные. Просто их кто-то оболванил, просто они какие-то не такие, и в общем другие оправдания. Это все выходит за рамки российско-украинской агрессии. Поэтому мы имеем ситуацию, заканчиваю, не с конфликтом, где есть сторона А и сторона Б, которые что-то не поделили, и которым необходим посредник и договориться, а мы имеем дело с международным преступлением, актом незаконной, неоправданной агрессии, с множеством военных преступлений, и имеем агрессора и жертву. А в таком случае необходим не посредник, а необходим полицейский, прокурор и судья. А тогда может начаться после того, как преступление остановлено, виновник наказан, может начаться период примирения, как это было во время Второй мировой войны. Ведь с момента, когда Гитлер захватил Францию, никто же не сел и не сказал, давайте теперь договоримся, на каких условиях Франция останется за Гитлером, и сколько еще сотен тысяч евреев или миллионов он хочет спалить в газенвагенах. Мы как бы просто установим для него лимит на год, сколько он может полить евреев. И как бы он просто не должен превышать эти критерии. А ОБСЕ поставим контролировать, чтобы, не дай бог, ни на одного больше еврея не было спалено в год. Вот приблизительно это то, что сейчас часто предлагают Украине. Эскалация войны на Украине очень опасна и для Армении. Как вы знаете, лидер Армении Никол Пашинян пояснил, что начало войны побудило Азербайджан начать войну против Нагорного Карабаха и Армении. То есть он использовал вот этот момент. Сейчас мы также наблюдаем обострение ситуации в Нагорном Карабахе и приграничных районах Армении. Алья будет использовать каждую эскалацию войны в Украине, чтобы начать наступление на Армян и в Нагорном Карабахе и в Армении. Это может произойти, когда война в Украине снова разгорится. Что вы можете по этому поводу сказать, как аналитик, как эксперт, как политолог? Пожалуйста. Единственное, что скажу, что война не утихает, поэтому она в Украине уже не разгорится больше или меньше. Интенсивность, конечно, будет плавать. Скорее здесь реваншистские силы и не только Азербайджан, поскольку в данном случае, исходя из того, что Азербайджан пытается военным путем разрешить конфликт, в котором нет военного пути разрешения, поскольку конфликтуют между собой два основополагающих принципа устава ООН, среди прочих, это территория целостности Азербайджана, который абсолютно является справедливым, а с другой стороны, право на самоопределение народа Карабаха, который также имеет это право. И, соответственно, мир в данном случае выступает за мирное урегулирование ровно из-за того, что военного решения в данном вопросе нет. В отличие от российско-украинской ситуации, например. Поэтому, когда пытаются сравнить Крым и Карабах, например, это принципиально разные ситуации, с чьей бы оптикой бы мы не смотрели, азербайджанской, российской, украинской или армянской. Но, с точки зрения мира, это два абсолютно разных ситуации и разные методы решения. Поэтому Азербайджан в данном случае выступает, конечно, ревизионистской силой, которая пытается воспользоваться окном возможностей и слабостью международной правовой системы для того, чтобы попробовать единолично решить этот вопрос на угоду себе силовым путем. Они будут пользоваться любыми окнами возможностей ослабеваниями. А эскалация войны, конечно, может быть таким окном. Но это может быть не только российско-украинская война. Это может быть дестабилизация в других точках по миру. Это может быть внутренне политическая дестабилизация в ключевых западных странах, которые поддерживают Армению, где уже Франция, либо я думаю, что Азербайджан может готовиться к избирательному процессу в Соединенных Штатах и воспользоваться этим окном, попытаться. Точно так же, как Путин готовится воспользоваться им территорию Украины, дотянуть войну, затянуть ее до момента выборов в Соединенных Штатах президентских. Поэтому, конечно, здесь риски будут повышаться. Но давайте заметим интересную закономерность. Может быть я не прав. Если не, вы меня исправите. Но как мне показалось, что с момента даже объявления, уже не говоря о ведении, гражданской миссии ЕС на приграничье Армении с Азербайджаном, провокации фактически сместились с линии границ. Вот обычно Лавров, когда приезжает, обычно в этот момент происходит военная эскалация, происходит военная провокация под этот визит, под подобные, скажем, встречи. А тут они произошли не на пограничье, где логично было их ждать, а произошли в середине самого Карабаха. То есть глубже, имеется в виду, на территориях спорных. И мне кажется, что это уже интересный показатель того, что провокации могут происходить там, где присутствуют обе стороны, Азербайджан, Карабах, либо, можно сказать, Армения, если как бы приграничье, и присутствует Россия, как модератор. Как только демонополизируется возможность присутствия России, оказывается, что поле маневра Азербайджана для провокаций резко сокращается. И риски таких провокаций возрастают. Не хотелось бы, конечно, говорить прямо, но, поскольку с Киева это звучит тенденциозно, но, тем не менее, для меня очевидно, что санкционирование на подобные провокации Азербайджан получает из Москвы. И я думаю, что последние все события уже даже последним скептикам показали, что, как минимум, это допущение имеет право на существование. А людям, которые занимаются анализом, я думаю, что все стало абсолютно очевидным. Поэтому во многом здесь кроется для Армении ответ в том, чтобы максимально интернационализировать в сторону Запада возможность урегулирования конфликта. Ведь Европейский Союз и европейские государства, они заинтересованы в урегулировании конфликта и в стабильном, как минимум, экономических коридорах, поскольку в данном случае Азербайджан-Армянский конфликт парализует регион и, фактически, создает из него европейский тупик. А Российская Федерация все эти годы была заинтересована в поддержании тлеющего конфликта как механизма для влияния на Южном Кавказе, одной рукой работая с Азербайджаном, другой рукой с Арменией. В этом разрезе, конечно, если говорить об Армении, то в некоторой степени до сих пор инерциозно и понятно, что эта инерция будет продолжаться выглядеть, в частности, сотрудничество, которое продолжается с Россией прежде всего в коммерческом секторе, в инфраструктурных проектах. И это очень заметно, я могу сказать, даже в Киеве видно, ну, например, когда российские компании участвуют в строительстве станции метро, либо по линии РЖД продолжается сотрудничество железных дорог с Россией. И, конечно, это тоже воспринимается как некие символические моменты, на которые армянским властям стоило бы обратить внимание, ведь они замечаются. А, возможно, здесь как раз Армении было бы наиболее несложно, и я думаю, что армянские власти это делают, начинать дистанцироваться от России, там, где это не касается вопросов геобезопасности. А в геобезопасности есть всегда возможность гражданской миссии других. Кстати, я вам, может быть, скажу некую крамолу, но в украинском случае на подобную миссию Запад не был готов на протяжении многих лет войны. А сейчас Европа фактически телами своих граждан встала на защиту Армении. Да, не военным путем, но прикрывая собой, понимая, что это поднимает риски для Азербайджана, рискуя жизнями, по сути, от гражданской миссии, как бы там ни было. В Украине на подобное не решились. Во многом эта миссия стала возможной благодаря тому, что Российско-Украинская война уже вскрыла карты и во многом подготовила Запад к более решительным шагам. И во многом эта миссия уже является выводом над собственными ошибками, которые Европейский Союз допускал в поддержке Украины и в недопущении вот этого полномасштабного российского вторжения. Сейчас в Армении мир заинтересован ровно в том, чтобы война не разгорелась с новой силой, поскольку чем больше будет конфликтов на европейском пространстве, тем ослабнет демократический мир. А Армения является, безусловно, неотъемлемой частью демократического мира. И, кстати, это отдельный ресурс, но и вызов для армянских властей. Спасибо вам большое, господин Саракян. Было очень интересно. И удачи вам. Взаимно тоже. Я наняла нянечку. Постоянно что-то берет, что-то примеряет на себе. Значит, уже какую-то привычку вошло. Я не играю в пресс. А вот это уже, ребята, интересно. Да, добрый день. Добрый день. Вот мы с вами и встретились. Ну, рассказывайте, что у вас произошло.